Итак, я буду часто использовать функции printf с фразой hello world, или hello, и заполнитель переменной %s, в результате чего при запуске программы будет появляться запрос на ввод имя пользователя, поэтому очень удобно будет создать собственную функцию, например с названием printname, которое будет выводить слово hello, запятая и еще что-то, и это что-то будет считаться аргументом этой функции. Здесь мы, как и в скретче, можем объявить собственную функцию. Допустим, я хочу в данном приветствии выводить написанное имя, и для этого мы создаем запрос для пользователя ввести его имя. Для имени создаем переменную s, которая будет получать введенное значение с помощью функции getString. Далее вызываем функцию printname с входящим значением s, однако на данный момент в стандартной библиотеке языка c и библиотеке cs50 нет функции с названием printname, поэтому нам необходимо самостоятельно объявить эту функцию внутри нашей программы. Чтобы объявить и также внедрить собственную функцию, переходим в верхнюю часть кода, где создаем функцию printname с типом void. Тип void означает, что функция не возвращает никакого значения, даже если она будет иметь какие-то специфические параметры. Далее пишем printname и в скобках указываем, что функция будет принимать аргумент со строчным типом string. В общем-то будем подразумевать, что аргументом будет имя. Теперь открываем и немного ниже закрываем квадратную скобку. Создаем функцию printf, внутри которой пишем hello, запятая, процент, s, обратный слэш, n, запятая и слово name. Другими словами, мы создали программу, одна из строк которой ссылается на функцию, которая находится вверху, в результате чего выводится приветствие для определенного пользователя. Как вы можете заметить, в теле функции main находится функция printname со значением s. Таким образом, мы создали новую программу, и она, в отличие от предыдущей версии, имеет объявленную функцию printname, которая также встроена в тело функции main. Итак, давайте скомпилируем созданную программу, набрав команду make functions 0, и запустим ее, напечатав точка slash functions 0. На запрос моего имени я ввожу David, и получаю ответ hello, David. И как вы понимаете, я сознательно огласил функцию printname поверх функции main. Таким образом, я сказал программе про существование функции printname. Даже если данная функция будет вызываться после функции main. Теперь давайте посмотрим, что будет, если функция printname будет находиться в нижней части файла под функцией main. Таким образом, вы будете знать причину ошибки, если у вас подобная программа будет выдавать ошибку при компиляции. Итак, давайте перейдем в командную панель, и введем здесь команду make functions 0. Как видите, здесь отобразились разные уведомления. Прокручиваем вверх к первой ошибке, выделенной красным. И здесь написано, что функция printname не объявлена. Давайте я объясню суть этой ошибки. Я объявляю функцию printname, но это делается уже после реализации функции main. Конечно, мы можем вернуться к предыдущей версии программы, когда функция printname находилась в самой верхней части файла. Но давайте я покажу вам способ, с помощью которого мы также избавимся от этой ошибки. Суть этого способа заключается в том, чтобы объявить функцию printname перед функцией main. Так же, как я делал это ранее, но в этот раз я не указываю внизу ее параметры, а ставлю в конце точку с запятой. Таким образом, я объявил функцию printname, но без настроек. Немного ниже находится функция main, после которой следует объявленная функция printname со своими настройками. Итак, переходим в командную строку и заново компилируем программу с помощью команды make function 0. Теперь запускаем программу, набирая .slash function 0. Далее я ввожу свое имя, и программа говорит мне, hello, David.